Дерево изувечено Вот человек, я кстати видел У меня такие фотографии там Я их как сделал Мне отвлекаться не хочется Вот я сейчас нажал Уже пожалел, что нажал Дело нет Все-таки я пожалел, что нажал Тут у меня всего 2-3 фотографии Я смотрю люди Без специальной защиты Есть и защиты Вот это все творят Только потому Что они работают с изувеченными делями Им иначе нельзя Просто нельзя иначе Так, сейчас я, наверное Эту ошибку исправлю Сейчас у меня будет другая картинка Зря нажал Так, может быть сюда вернется Нет, все-таки Тупой я компьютерщик Коуновый себя строит Так Ладно, вроде удалось остаться На этой странице Так, смотрим дальше Вот это промышленные сады на западе Видите? Вот здесь от 20 до 40 обработок Елена Александровна сказала Что в Мефиринске делали 15, по-моему, обработок Ну, то есть Те же самые Отравленные сады Вот Ради того, чтобы Их Вот как Механически перенесли это Ради того, чтобы Эти сады Где они Вот они Могли Минимальный Турнезда У них, наверное, там платят В 10 раз больше Тем, как садовод А может, в 100 раз больше Это у нас Каждый ученый должен Свой питомник иметь Иначе он просто умрет с голоду А уж семью Семью точно не прокормят Вот И вот получается, что Трактор Вот это еще простенький И Бесконечное опрыскивание Книзу Вон они Штамбы Я хотел вам показать Ну, ладно, пропущу Я там приготовил отдельные картинки Пропущу Штамбы только потому Здесь голые Так И изувеченные Потому что здесь теплее В 100 раз Намного теплее Это юг Европы Раз То, что Обработки бесконечные Позволяет им справляться С бесчисленными болезнями А тот, кто повторяет Эту дурь В дачных садах Вот эту вот Даже вот это В дачных садах Это уже дурь Вот эти штамбы Кто вот эту дурь Повторяет в дачных садах Вот Вот это Вот это Вот Он обречен Ну, не будет Этим мешает А потом Я вам покажу Еще одно Интересное Это Я вас Это Когда мы дойдем до этого Вы будете Шокированы Посмотрите моими глазами На эту дурь Которую Учат современные Наши ученые В данном случае Не ученые А те Которые называют себя Ну, псевдоученые А может настоящие Вот Вот в этой книге Все сказано Так У меня ее за месяц Купили Три штуки Вот И в сумме То есть Это самое Поэтому У Канчиной Пять тысяч Экземпляров Вот Здесь было напечатано Полторы тысячи И все они Практически Ну, большая часть Лежит без движения То есть Даже тут шансов нету А теперь Я взял Несколько своих Фирменных Фотографий Видите Вот Канчина Платонова Канчкина Вы хоть понимаете Для чего Почему нельзя Делать обрезку На кольцо Смотрите дальше Вы понимаете Почему нельзя Делать обрезку На кольцо Ну, вы хоть раз В жизни-то Распилите Хоть одно дерево У вас Поумирало Знаете, сколько А, у вас не умирали Вы же не садоводы Вы только Прикидывайте Садоводы Посмотрите Что делается От морозов Когда Сделать рано На кольцо А потом Распилите его Там же Все внутри Мертво А теперь Вторая проблема Она близко К этой Неправильная посадка Приводит Появление Многих мелких Веточек Которые вы Ненавидите Раз И главное Там внутри Неправильная посадка Это когда Крона не тронута А корни изувечены То есть Не хватает питания Даже если Все почки Даже самые верхушечные Живы Внутри Идет процесс Игниение Чтобы это Предотвратить Я учу так Вот он Саженец груши С моего питомника Так Это Когда я его продавал Я почему Запомнил Потому что У меня Три типа Покупателей Первый пофигисты Железов тебе видней Таких примерно Половина Еще Половина от половины Это Те которые Это Умоляют меня Не делать Обрезку Сами потом Сделают обрезку Так И наконец Последняя Которая плачет И пьют валидол Когда я режу Вот И для них Вот это Спасение саженца Вот это вот Считается Страшным Как сказать Ну то есть Это У меня Был даже случай Когда Местная жительница Когда я вот так Обрезал Сказала что Теперь это не саженец Теперь это говно Вот Я не мог Даже не то что Она читала Кого то Там Есть авторы Которые учат Не обрезать При пересадке Что она и читала Она просто считает Что я просто Изувечил саженец Вручая ей Она сказала что Это говно Повернулось И пошла Вот это слово Говно У меня до сих пор Ушаг Вот Я уже говорю Как есть Старый волк 69 лет Вчера исполнилось Могу себе позволить Такое выражение Вот И жизненное Вот И вот только В этом случае Вот это вот Объема корней И земли Хватит Чтобы вот этот вот Огрызок А это примерно Четвертая часть Да Где-то так Ну третья часть Чтобы этот огрызок Смог Начать расти И внутри Не идет Начало гниения Потому что Когда там Сердцевина Вы вспомните Разрезаете Любой саженец Внутри Мертвая сердцевина А что такое Мертвая сердцевина Правильно Следующий этап Это Заселение грибами Еще раз скажу Грибы Никогда Не садятся На здоровый лист Грибы Никогда Не залезут Внутри дерева Если там На этом На штамбе На ветках Нет ран И вот это вот Проклятие Что надо обязательно Изувечить Это ошибка Принципиально Это ошибка Меня умоляю Я говорю Кто-нибудь Станьте президентом Или Это С Путиным Махнуться Как-то На полчаса Мне хватит времени Указ номер один Приравнять убийство дерева К убийству человека Указ номер два Значит Запретить Это самое Тот Ну в общем Вы поняли То о чем мы говорим Теперь смотрите Сравнивайте это Единственный шанс Выжить Поэтому и славится Питомник Жерезов Ну сотни Может парочка Всегда умрет Там и ГПЗ И желающие Помните Как первое верхнее письмо В ямку посадить Потом еще ищи Кто виноват Питомника Вот Или тот Кто это В ямку посадил Или это Запретил обрезать Ладно А это тот инсульт Который меня выгнал С трибуны Спасибо вам Ребята Вот Я вам тоже Это самое Авторитета Не прибавил Своими этими Я просто Взял Разговор был Нелицеприятный Вот Я буквально Об вас ноги вытирал Мне нечего вас жалеть Потому что Вот эта дурь Перед нами А здесь только Одну фотографию Всего лишь От вас Просто Тема такая Вот они штамбы Вот они калеки Продавать то надо Однолетними А это переростки Страшные переростки Никому не нужные По хорошему Их садить Вы Понаделали им штамбы Специалисты Если бы не делали штамбы Хотя бы Судовецкие росли Можно было бы оставить Четвертую часть И глядишь бы Этот горшок Земля с горшка Выкормила бы его А сейчас что Где тут отрезать Вы уже ниже Все уничтожили А здесь отрежешь Он уже не выживет А если выживет То внутри начинается гниение А мы об этом не знаем Об этом не знает Все Службы озеленения По всей России Придумали Термин Длинномеры Это чтобы Сразу Взрослое дерево посадить С обрубками Корней Идиоты Ладно Хороший пример Хороший Вот Питомник растений Темирязева Это то самое Темирязевка Знаменитый Который закрыть хотели Вот это Один ведущий Вот он Вот второй ведущий Самый подлый рисунок Который можно представить Это последователь Тех Не имея Ни малейшего представления Для чего нужны Листья Почки Ветки Для чего нужны Вертикальные Для чего нужны Вот так Саженец Посадка Не малейшего понятия Где север-юг Где корневая шейка Что провалится Эта яма И будет Это все Гнить И это 21 век Ничего не изменилось А вот это Знаете Почему здесь Сейчас я Еще Много чего Похожего Это та самая Дама Я вам показывал Саженец Она Нашла в интернете Решила что Так надо увеличивать Эту Распяв его В горизонтальное положение Что так надо увеличивать Якобы Вот Не имея собственно сада Еще раз говорю Так что Миллион просмотров И вот она Взяла такую фотографию Она Видит Яблоки Она вот эту страшную Рану не видит Что это дерево Было изувечено Что Будь оно Не на юге Европы А Москве Питере Даже Брянск Я же не говорю про Сибирь Но было бы мертво Но ей пример нужен Ладно Хорошо Пойдем дальше Вот Еще я покажу Эти Значит Человек Вот где я Вероника Поливкина Человек Абсолютно Невежественный Применил Две Как это называется Ключевые фотографии То есть Рисунка В виде фотографии Он разместил Вот эту Давайте смотреть Я вначале Когда вот эту Увидел Ну вот Наконец-то Ну хоть Один Маленько соображает Хоть одна Женщина Она укоротила ветки Для молодого саженца Это еще терпимо Допустимо Почему Да Ну не терпешь Но хочет приблизить Пло отношения Маленько приблизит Может на целый год Может быть Да Вот Может быть Допустим Ну По крайней мере Это еще Не смертельно При пересадке Тем более Я пропагандирую Что обрезка Должна быть Обязательна Ху Ну это еще ладно Но она Зачем-то Когда дерево Подросло Она опять Начала И вот То что вот это Отрезало Допустимо Помните черешню У меня же Большая часть Этих Плодовщик Птицы унесли Сеять в другом месте А мне то Шиш У меня Каждой косточке Черешни 25 рублей стоит Представляете Сколько они Меня натворили Поэтому Вот это еще Допускаю Допустим Делать низкую форму Уже Штамба уже есть Ну еще Не такие страшные Как вот Мы видели В 19 веке Ну есть Ну допустим Бывает да Привитое дерево И само Такое штамб Бывало у меня до метра Это потому что Погибали вот эти почки Просто погибали Погибали Вот Но вот это уже Перебор Уже Я бы этого делать не стал Почему Смысла нет Укорачивать Проснуться вот эти И Они и так проснутся И Единственное Места не хватает Допустим Вот эти три дерева Им тесно Ну еще Как-то могу понять Вот особенно Как у Сергея Питомник Который перерос В этот Маточный сад Пройти невозможно Но это потому Что устранения земли Для нас нет Так вот Ладно Третий год Но это не она Она готова рисунок Кто-то когда-то Издевался на деревьях Кто-то когда-то Решил Что вот эту вот ветку Надо отрезать Потому что Она Ветка конкурент Она может рухнуть Под урожаем Но я еще раз говорю Обычно Рухнут под урожаем Вот такие ветки Скелетные На которых там Как у меня бывало Три-пять ведера И она Рушится Обламывается Прямо тут страшная рана Ну такая ветка Рушить трудно На ней будет висеть Пол ведра Ну допустим Ладно Залез на стремянку Отрезал Эти-то зачем резать Здесь пересекающиеся Он взял Обе отрезал Ладно Пересекаются Вот Здесь что ладно Оно у него компактно Оно растет почти все вверх У него нету такого Чтобы вниз Вот как-то так Знаете Вот Ненавидят ветки Растущие внутрь И ненавидят ветки Растущие вниз Это ненависть Вся бремя И после этого Она берет Даже не соображая Что творит Начинает учить Как деревья Которые вот После этого Такой вот Раз Получается Но это уже Другая опера Это она нашла Другой Наберите Обрезка дерева И найдете в интернете И тот рисунок И этот рисунок Они кажут Самостоятельно Они кажут Свой автор Вот художник этот Одну цель То есть Это загустеть А этот И она спокойно Находит Загустела Да Теперь некоторые ветки После этого Вниз начнут расти И она Давай их Подходящий рисунок И она думает Что она учит нас Давай отрезала Эту 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 Вот зачем она Отрезает ветку Которая нормально растет Да Непонятно Ну волчок Да Вот Хотя Волчки Это тоже Пройдет 2-3 года Они окажутся Не жирующие Вполне нормальная ветка Вот И вот это Когда она натворила Вот это все И целиком Потому что Здесь Она еще говорила Что это На кольцо 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 И вот этот специалист Набрал миллион просмотров Видите Вот она Абсолютное Предательство Не просто тупость А вот Преступление Против деревьев Когда учит Именно Не усовершенствует Да Она думает Что она Деревья Улучшает Калечие их На самом деле Убивает Преступление Против деревьев Вот И вот это Вот пожалуйста Проглотило Миллион человек Вы думаете Хоть один Это Я вам потом Покажу Интересная вещь Еще И вот Наконец Наткнулся На ролик А знаете Почему Я бы Пропустил Ах ты Ё-моё Фотография Вот она Родная Смотрите Это нашла В интернете Фотографию Фотографию Неудачную С страшным Дуплом Что это Дерево Давно было бы Мертво Повторяю На территории России Еще Нашелся Один Специалист Я бы Сейчас Попрекал И на этом Наверное Все На сегодня Но я Не могу Иначе Так Дело в том Что это Я Один Снимочек Я взял Выбрал Почему Это Узелок на память Мы сейчас Залезем Ко мне В этот Я Фотографировал Ее Видеофильм По наитию То есть Щелкал Щелкал Потом Канал Исправно Щелкал Человек Который Опять же Не имеет Своего сада Который Считает Специалист У Которого Достаточно Такую схему Нарисовать Крупное Дерево Крупное А потом Посередине Мелкое Которое Кстати Делать ему Нечего Загуститься Но это Ладно Лекция Татьяны Беляковой Часть Первая Кто Она Такая Судя По Где-то На уровне Аспиранта Доцента И то Вряд ли У нее Ссылка На свой Дачный Сад Скорее Всего Тех Экспертом Все Называют Хоть бы Она Увидела То Как Я Буду Над ней Издеваться Но Я Уже Не могу Иначе Разве Можно Так Поступать Так Делать Сейчас Я вам Покажу Как Как С нас Делать Дураков Вот Это Особая Папка Особая Папка Здесь Столько Собрано Дури Дурной Дури Дурней Еще Не Бывает Вот Одну Из Них Я Сейчас Познакомлю Она Никогда Даже Она Даже Не Понимает Что Она Говорит Смотрите Вот Для начала Давайте Сравни Вот Я Допустим Вначале Это Просто Наболело Да Вот Это Меня Пригласили Выступить Людям Давали Гранты На Озеленение Города Приехало Телевидение Меня Попросили Выступить Ну Как Местный Авторитет Вот Я Ничего Не пытался Продать Там Сайженцы Я Просто Это Давали Гранты На Озеленение Города Ладно Вот Сейчас Смотрите Я Как я Красиво Говорил Как я Замечательно Говорил И вот эти 20 минут Что я Говорил Превратились В несколько Секунд В новостях Местного Телевидения То есть Этого Никто Не увидел Ладно А теперь Откуда Они Берутся Вот Эти Видели Вот Этого Еще Раз Посмотрели Посмотрим Итак Это Ролик Который Я Фотографировал Через Скажем Несколько Секунд Итак Нужно В любой Ситуации Все Цветы Оборвать Вот Я Уже Вам Говорил Руки Надо Оборвать Сколько Бы Небало Цветков Столько Пусть Будет Не Наше Дело Туда Лезть Вот Но Это Вопрос Спорный Оборвать Она Не Понимает Что Такое Плодушка Что Такое Раны Когда Цветы Отрываешь Ей Просто Это Не Понять Это Ну Вы Помните Это Было Габрова Анекдоты Знаменитые Сам Знаменитый Анекдот Болгарском Габрова Был Такой Кошкам Оборвали Хвост Потому Что Зимой Чтобы Зайти В Дом Чтобы Быстрее Открыл На воздух Не Попадал В Дом Кошкам Рубили Ход Чтобы Они Быстрее Проскакивали Вот Этот Сам Дверной Проем Это Считалось Самым Смешным Анекдотом Вот Вот Это Примерно То же Самое Там Анекдота Это Жизненная Правда Смотрите Дальше Ободрали Одно Должно Работать На Корне Первый Год Обратите Внимание Какие Сейчас Будут Термины Я Вначале Думал Что Нам Подсунули Умную Аспирантку Там Или Досента Смотрите Ерунду И сдохнет Скотина Даже Если Прижилась Вы Представляете Вот Эти А она Лекцию Читает У Него Эти Самые Уже На Этот Момент Десятки Тысяч Просмотров Она Лекцию Читает Я Больше Уверен Что Она Как Минимум Имеет Образование Садовщика Повторяю И сдохнет Скотина Даже Если Прижилась Вот Я считал Что Круче Моих Термина Уже Нет Вспомните Дебильные Посадки Дебильная Обрезка Дебильные Привильцы Вот Нет Сдохнет Скотина Она Она Буквально За поезд Заткнула От Трех Начинается Идеальный Иммунитет Первый Раз Единственное Я услышал В этом Ролике В этой Лекции Что Чем Больше Деревь Тем Больше Иммунитет Хух Спасибо На Том Только Зачем Все Так Идея Сад Хотел Быть Дальше Первые Годы Вообще Желательно Какой Нибудь Калий Ну Это И уровень Какой Нибудь Это Любитель Где-то Слышал Чего-то Какой Нибудь Калий Какой Фосфор Пока Деревце Молодое Пока Мы Не Даем Плодоносить Не Даем Ну Понятно Обрываем Цветы Прирос Окреп Смотрите Дальше Стрижками Подрезками И всем Остальным Вот Начинается Калечение Деревь Ну Уже Прижилось Уже Все Уже Цветы Обрывали Куда Дальше А Дальше Оказывается Что Косить Лишнее Движение То есть Она нам Показывается Вот так Она держит Годовую Косилку И что Это Лишнее Движение И Совершенно Ненужное Движение Они Трудоемкие Невероятные Кстати Несколько Секунд Требуется Оказывается Да Надо было Не косить Это Труднейшая Работа Косить А Кружочек Чудненький Взрыхленный Замеся А вы знаете Вот этот Взрыхленный Кружочек Надо За лето Раз пять Взрыхлевать Нет Получается Вместо Дерна Нам советуют Вот этот Взрыхленный Кружочек Напоминаю Как ее звать Белякова Запомните Вас бы Тоже Снова За парту Посадить У вас Наверняка Все-таки Было Какое-то Образование Иначе Не полезли Вы сюда С лекцией Вот Запоминайте Дерн Это Дом Для Нижней части Дерева Корней Которых Вы вспоминали Его нельзя Орыхлить Это Вторая Линия Обороны От Кого Вспоминайте От Морозов Вы кому Лекцию Читаете Людям Которые Наверняка Живут По всей России Кружочек Чудненький Не Ну Термин Куда Мне До нее Чудесненький Взрыхленненький Кружочек Господи Часть Является Штампом Теперь Смотрите Чему Клонится Минуточку Не Жалейте При посадке Молодого Сада Сейчас Поймете Ветка Кривая Косая Но Появляется Где-то Еще Не Поняли 25 Сантиметрах От Земли То Есть Ну Сейчас Кому Надо Тут Понимает Она Первая Хорошо Если 50 Сантиметров То Есть Вы Поняли Все Что Ниже 50 Сантиметров Надо Что Сделать Отрезать А Почему Смотрите Мы Должны Сохранить Нет Это Она С иронией Говорит Мы Должны Сохранить Мы Должны Возь Должны Круг То Смотрите Дальше Тут Еще Муж Который Попытался Подсеять И Газонокосилка И Оказывается Для него Это Неподъемная Работа И Ветку Переломали А Вы Пытаетесь Эту Ветку Это Я Пытаюсь Кстати Эту Ветку Сохранить Подвязать Подпелеть То есть Она Убедила Аудиторию Там Уже Больше Десяти Тысяч Человек А может Уже Двадцать А может Пятьдесят Тысяч Она Убедила Аудиторию Что Ветка Которая Вот Это Уровень Ладно Бы Там Науки Еще Можно Понять Там Можно Запутаться В терминах Как Там Науч Но Здесь Привести Такие Примеры Что Ветка Расположена На высоте Двадцать Пять Сантиметров Любая Ветка Ниже Пятидесяти Так Мешает Что Ее Еще И сохранять Не дай бог Подвязать Не дай бог Подпереть Не дай бог Куда Заправить Ее Надо Уничтожить Вот Эти Термины Идиотские Вот Это Все Что Она Придумала Да Вот Это Оказывается Ее Муж Ее Переломал А мы Ее Пытаемся Да Сразу Отрезать Нахрен Надо Вот Это Ее термины И Чтоб Высокий Штамп А если Дерево Еще Причем То Не Умерло Конечно Легче Ходить Под Ним Собирать Плоды Только Откуда Они Плоды Будут Если Штамп Ветки То Все Что Вы Видели Но Она У нас Одна Вот Это Я В жизни Такого Глупости Не Видел Что Вот Эти Вот Пример Да Меня Когда Персики Заплодоносили Первый Год А деревья Были На колени Не Я Ложился На живот И Подползал Под него Подползал У меня Свидетель Есть Главный Редактор Фазенды Чтобы Досовать Оттуда Персики Я Ползал Но Они Были А если Я Сделал Штамп Полметра Метр У меня Не было Ни Одного Персика И Спина Была Целая Вот Это Кермины Еще Еще Глупость Если Штамп Опять Ж Грибам Меньше То Есть Получается Как Изувечили Раны Это Грибы Не полезут А вот Если Мы Сделаем Низкий Штамп Но Без Этих С ветками Но Без Раны Тут Оказывается Грибам Раздолье Какой-то Термин Есть Логика Какая Там Действительно Если Сохраним 25 Сантиметров Землеветку Которую Она Приговорила Да Вот Там Будет Меньше Проветривания Ну А Если Б Она Хотя Б Слово Сказала Обратите Внимание Видите Вот Ее Схем Вот Она Поменяла Тот Из Интернета Слямзерный Вот Смотрите Вы Видите Тут Какой-нибудь Этот Как Он Называется Холм Нету Холм Ну Человек Абсолютно Ничего Не Понимает Подыматься Сложнее Подыматься Долго Это Если Будет Искалеченный Штамп Грибам Подыматься Вы Хоть Представляете Как Грибы Подымаются Я Сейчас Покажу Сейчас Покажу Хотя Б 80 Хотя Б То есть 80 И выше Допустим Метр Вот Она Это Научила Обрезали Штамп Опять же Обсудили Приговорили Вы Не Обсудили Какой Основные Скелетные Ветки В идеале Должны Быть Ну И пошла Учить Опять Эти Ветки Неправильно Убираем В Молодом Возрасте При первых Обрезках Перенаправлены Ну Мы Уже Проходили Вы Посмотрите Сколько У нее Эспрессия Какая Две Ветки В одном Направлении Ой Какой Ужас Какой Ужас Бедное Дерево Либо Одна Либо Другая Будет Более Убогая Еще Один Термин Ну Там Хоть Ладно Там Говорили Менее Развитые Там Более Тонкие Еще Еще Один Термин Убогая И Давай Уничтожать А Сколько Экспрессии Обратите Внимание Питать Две Да Вы Что И Вот Смотрите Заканчив С ней Как Вот Это Тоже С ее Комментарии Давайте Посмотрим Как Комментарии Вот Она Научила Может Быть Уже Время Прошло Ну Может Десять Может Двадцать Тысяч Научила Убивать Деревья Подчеркиваю Класс Смотрела Первый раз Просто Восторги От Лектора Лектора Действительно Восторги Он Сыграл Роль Такую Вот Правда Ну Если бы Она Пародию Я бы Еще Понял Я же Тоже Мог Вот Так Ну Как Пародия Чтобы Люди Смеялись Когда Она Говорит Что Две Ветки Надо Одну Уничтожить Это Вот Пожалуйста То Вот Эта Лященко Мария Бедная Она Всю Жизнь Теперь Будет Калечить А Вот Это Мне Понравилось Это Знаете Как Такой Человек Вот Который Как Она Махала Руками Посмотрел Ему Не Понравилось Лекция Устная Систематическая И последовательное Изложение Материала По Методу Теме Вопроса То То Она Действительно Не Потянула Не На Учебную Лекцию То Вот Ее Серьезный Человек Ученый Как Последовательно Фактически Отчитал Что То Что Она Читает Это Не Лекция Это И Дети Ну Понимаете А Где Следующая Часть Лекции А Там Помните Часть Номер Один То Человеку Матрёне Тоже Надо Учиться Убивать Дерево А Мне Тяжело Было Слушать Вот Она Елена Машков Но Она Другого Типа Не Знаете Что Она Считает Что Та Многим Тяжело Слушать Это Мы С Этой Вот Это Мы Одна Баса Бога Пары Только Она Бред Несет Эмоционально А я Стараюсь Это Ладно Смотрим Дальше Что Тут Еще Татьяна Вы Класс Хорошо Знаешь О чем Говоришь И Хорошо Если Б Она Хоть Знала О чем Говорит Спасибо Прочтите Вот Это Вот Прочтите Подробную Лекцию О Разряженной Ярусной Формировании Яблони Тут Еще Страшнее Если Прочтет Ну И Все Вот Такое Вот Поняли Да Теперь Значит Это Мы С вами Уже Проходили Это Как Бы Вы Поняли Да Откуда Что Берется Это Я Специально Повторил Вот Проходили 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 Вот Это Ну Та Отдельная Папочка Теперь Возвращаемся На место И мы Скоро Закончим Итак Это Была Фотография Памятка Еще раз Ее Беда В том Что Я увидел Вот эту Фотографию Которую Слямзила С интернета И она Слямзила В том числе И она Вспомните Та самая Которая Миллион просмотров Тоже Слямзила Вот Это Их Уровень Вот И вырасти То Что ты наговорила И посмотри Что у тебя получится Вот Она Правда Страшная Этот Снимок Вы уже Видели Я вам Показывал Вот Это Вот И есть Обрезка На кольцо А Она Про грибы Которые По изувеченному Дереву Они Вверх Не полезут Грибы Это Так Знать О грибах Это Даже В детском Садике Это Уж Лучше Тогда Не знать Ничего Чем Говорить Что Грибы Полезут По Извеченному Штамбу Не Не так Не полезут По Извеченному Штамбу А если На штамме Будут Ветки Ниже То Обязательно Вот Где Грибы А как Тебя Там Зовут Господи Возвращаться Не охота Сколько Вреда Так 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 Ты Ну А вот Она Этот Грибы Которые Вспоминайте Давайте Рассмотрим Это Один из Моих Классических Рисунков Сосед Уничтожал Сад Который Это Ну Он Уничтожил Прообрезал Вот Как Она Учит А Сад Погиб А Он Распиливал Потом На Дрова Свой Сад А Я Это Представляете Как Итак Вот Это Гриб Трутовик А На Самом Деле Извините Занудную Лекцию Но И Скоро Закончим Вот Он Гриб Трутовик Вот Он А Это Его Внешнее Проявление Ну Как Сказать Это Как Цветок Даже Так Можно Назвать Да Даже Да Это Это Внешнее Его Тело Внешнее Проявление Теперь Так Человек Взял Обрезал Вот Обрезка Рана То есть Так Срез Я Сделал Поперек Раны Вот Рана Вот Мертвое Дерево Смотрим Что Мы Видим Во Первых Залезла Так Как Вот Эта Часть Была Срезана Значит Здесь Повышенная Возможность Для Умертвления Древесины Полез Сюда Мороз Так А Замертвление Полезли Грибы И сюда Сюда Даже Больше Видите Вот 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 Эта Вот Самая Отрезанная Ветка Дала Возможность Убить Дерево В следующем Позже Оно Начало Умирать От Мороза 120 раз Говорю Ребята Не Верьте Никому Не Жрут Грибы Здоровые Ни Одну Из Миллиардов Триллионов Их Триллионов Триллионов Этих Самых Клеток Ни Одну Живую Здоровую Клетку Ни Один Гриб Не съел На всей планете На всех триллионах деревьев Не съел Ни одну Он ест только то Что умерло И является Переработчиком Это наш главный Помощь Даже вот этот Гриб Кто-то скажет Гриб Сожрал Дерево Это Садовод То есть Уничтожил Дерево Это садовод Уничтожил Дерево Вот это Вот Когда-то Вот этот Снимок Он должен Войти В энциклопедии Он должен Войти В учебники Вот так Это было И вот Когда Вот это Сожрал Видите Вот это Щель Это как Пробито Оборона Дерево Он тут Вот смотрите Здесь здоровая Была здоровая Кора Камбий Все Здесь Гриб Не полез Здесь даже Древесина Целая Самое Слабое Место Всегда Середка Ему Меньше Питательных Вечер Достается Оно Первое Начинает Погибать Казалось бы Мороз Должен Сверху Дерево Уничтожать А как Уничтожать Середку Правильно Вы сюда Пустили Мороз Мороз Уничтожил Ткань Живую И грибы Ее Начали Перерабатывать Гриб Так Хорошо Устроился Это Вообще Чудо Вот Он И не Болейте Причину На него Он Дожирает То Что Вы Убили А Платонова Ганечкина Вот Это Как Она Помирит Ее Господи Который Миллион Просмотров Ладно Не буду Уже Возвращаться Это Попутно Потому Что Когда Платон Ганечкина Еще Учила Вы Понимаете Этого Делать Не надо Уже Потому Что Вы Ослабляете Иммунитет Дерева И Уменьшаете Его Мороз Но Уже Грибы Уже Больное Дерево Вы Искалечили Но Оставьте Его Сейчас В покое Тот Кто Думает Что Если Сейчас Вот Этот Хозяин Чуть Раньше Когда Убивал Дерево Отрезал Вот Этот Гриб Вот Так Взял Это Гриб И Это Тоже Грибы Запомните Мхи Грибы Лишайники Самые Древние Жители А Вы От Них Избавиться Хотите Сейчас Вот Это Еще Одна Дурь Да Еще Щетка Металлическая У меня Ладно Боюсь Повторяться А Это Опять Все Та Смотрите Вероника Полюкина И Вот Эту Может Быть Она Рекламировала Эти Как Они Называются Эти Ножовки Ну Нахрена Дерево Убивать Ну И Ведь Это С таким Умным Видом Это Все Тоже Это Так Слово Пришлось Вот Еще раз Говорю Одумайтесь Вот Этот Питомник Почему Я Второй Раз Разместил Это Сейчас Увидите Потому Что Они Так Научились Улучшать Деревья Что Им Пришлось Мою Фотографию Еще Ну Ладно Там Видели Там Проходим Накупят Импорты Вставят Мои Фотографии Их Таких Уже Вторую Сотню Перевалило Вы Знаете Каждый Раз Преподношу Да Такое Псение Что Все Питомники Мои Фотографию Почти Все Украли Но Как Темирязевцы Могли Вот Объясните Мне Господа Темирязевцы Там Работает Та Самая Дама Которая Считается Ведущей Абрикасовод России Ну Где Ваши Фотографии Где Ваши Вот Взяли Свою Вставили Ну Как Можно Было Да Еще Не Просто Взять Там Если Вы Возьмете Наберете Она Повторяется Раз Пятьдесят То есть Ее Украли Раз Пятьдесят Ну Где То Сорок Сорок Пять Раз Написано Так Как У Меня Серафим Напишешь Серафим Легко Догадаться Там Наберешь Оказывается Железо Взяли Успех Где Ваши Абрикосы А Я вам Скажу Где Вот Смотрите Еще Вот Это Вот Я Ничего Не Напутался Вот Вот Это Самое Как Называется А Это Ничего Я Не Напутал Ничего Я Своих Не Добавил Своих Когда Вот Так Вот Работаете Вы Учите Всю Страну Научили Так Что У Людей Нет Не Том Си Абрикосов Но Вам Пришлось Еще И Фотографии Воровать Вот А За Вами За Вами Вот Эти Вот Самые Кто-то Думает Что Платонова Садовод Она Уничтожила Всю Ветку Все Все Она Прочитала Об этом Прочитала У нее Не может Быть Сваросада Потому Что Она Дерево Дерево Абсолютно Больное На Покрытом Хом До Самых Верхушек Это Надо Видеть Я Фотографировал С этого Фильма И На Наших Глазах Она Она Стояла Так Чик 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 И Зубрежка Отрезаем Ветки Вверх Отрезаем Ветки Вниз Отрезаем Ветки Внутри Вот Вот это Вот Получилась Такая Цепочка Целая А потом Кто Размножает Всю Эту Гадость Агрономическое Агрономически Правильно Считается Обрезка Деревьев Что Правильно Ранесеннее Время Когда Еще Не Началось Сокодвижение Или Позднее Осеннее И вот Эта Подлость Предательства И преступления Позднее Осеннее Время К дереву Подходить Нельзя А почему 300 тысяч Экземпляров 300 тысяч Минимум Человек Вот это Прочитало Потому что Надо было Этому Журналу Представить На хозяйство Заработать И оно Уже Нашла Позднее Осеннее Время Раннее Осеннее Время Еще Зимнее Время Летнее Время И везде Вот это Вот Для того Чтобы Продать Флакон Вот Журналу Заплатила Вот эта Фирма Она не просто Заплатила Она взяла И сочинила Якобы Вот эту Самую Рекламную Статью И сюда Вставила Самая Подлая Вечь На свете И так Я три Таких Уже Обнаружил А я Всего Там Два Десятка Журналов Открывал Три Таких Для того Чтобы Они Продали Живицу Для того Чтобы За рекламу Заплатили Журналу Журнал Который Прекрасно Знает Железова Который Ненавидит Его Который Единственный Вступил Со мной В открытую Полемику Который На сайте Изобрел Другого Железова То есть Мои Фотографии Мои фамилии Совсем Другой Человек А может Быть Этот Псевдо Как он Модератор Изгорелся Надо мной Такие Фразы Вставлял А народ Тысячи людей Смотрели Это же Железов Это не Железов Это не Железов Их Вычеркивали Их Ликвидировали А те Кто Надо мной Издевались В ответ Что Он С ума Сошел Это Идиотизм Мы то Думали Что ты Железов А ты Оказывается Идет Какой то А это Оставляли А я Еще раз Говорю У нас С вами Идет Война Не Подковерная Нет Вы Написали Для того Чтобы Заработать Серебренники Вы Разместили Вот эту Рекламу Чтобы Они Продали Время Резать И только Уже Порезав Тогда И замазывать То надо Логически Ну ладно Барана Естественная Была Ну Облом Ну Вот этим Живицей Ну Ладно Хотя Против Этого Можно Было Было И солнечные Ожоги Замазывать Можно Было Бы Эти Как Называется Эти Самые Морозобойные Можно Было Но Специально Калечить Деревья Обрезка Польза Осеннее Время Только Для того Подлость Такая Чтобы Взяли Люди И Это Спирали Скорее Селедерево Купили Живицу Их Замазывать Ну Если бы Польза Была Вот Осенней Обрезке Ну Какая Польза Раны Перед Морозами Агроном Стохнёв Какой Ты Нахрен Агроном Стохнёв Ты Предатель И Вот Тогда Помните Опять Чтобы Не было Грустно Ещё раз Говорю Это Не Порнография Это Центральная Библиотека Я взял Почитать Вот И Вот Когда Я Вот Это Вот Халаш Такой Сделал Это Тоже Когда-то Войдёт В эти Самые Что Если Вы Будете Делать Вот Такие Раны Простите За Такой Смелый Снимок Вот Такие Раны У вас Будет Такая Голая Задница Потому Что У вас Не Будет Ни Сада Ничего И Здоровья Не Будет 15 Обработок Повторять Импортный Опыт Да Вы Посадите Деревья На Сенцевые Подвои Не Калечьте И Не Надо Будет Вообще Это Никаких Обработок Я Уже Забыл В каком Году Я Покупал Когда-то Интавир Покупал Калечил Как Его Карате Покупал Аллатар Покупал Уже Забыл Что Сейчас В ходу Чему Приводит Прививка Жёлтой Чережки К вишне Пожила Два Года Вот Ни Одного Плода Я Не Попробовал И Умерла А Вишня Заразилась А Доказательства Вот Они Пожалуйста Скажите Что Я Красил Жёлтый Цвет Один Интересно Очень Интересно Причём Уже Всё Уже Всё В моём Саду Так Поперепутано Вот Хотите Получить Вишню Череж Пожалуйста Хотите Получить Череж Из Вишни Пожалуйста Что угодно Косточки Из моего Сада Обладают Уникальной Способностью К Назовём Это Знаете Какое слово Сейчас Придумаю Трансформация Трансформация Может быть Новый термин Вести Сорта Трансформеры Вот Понимаете Сколько раз Я читал Вот эти Предостережения Я надеюсь Меня сейчас Слышно Пока Идёт Перестройка Тут Предостережения О том Что Ох Нельзя Дикарей Рядом С Культурными Садить Ну Вот Согласитесь Что Я Ничего Не Превеличу Что Это Как бы Одно Из Основ Ну Что Дикарей Садить Рядом С Культурными Опылят Всё Что Потом Что Будет У У У Половина Сады Треть Сада Дикарей Треть Сада Полукультурных Треть Сада Культурных Ещё Какое-то Количество Супер Шартов Ну И Что